На протяжении всего своего существования Беларусь и Россия всегда были связаны между собой крепкими узами. За прошедшие годы движения по пути интеграции сделано немало по сохранению и развитию сотрудничества и добрососедства. В год исторической памяти состоялось значимое событие – подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах между Брещиной и Пензенской областью. Одно из основных направлений – культурное. Мы с коллегой, директором музея Краеведческого подписали уже договор, вот у меня с печатями и с подписями. Также мы подписали договор с Минским, с Белорусским национальным художественным музеем. И это не просто бумаги, это руководство к действию, которое мы начнем уже в конце этого года. Мы планируем здесь провести выставку из наших фондов, будем с удовольствием потом ждать обменную выставку от вашего музея. Мы восстановим проект, у нас есть встреча с одной картиной, будем показывать фильмы и картины по одному там репе, но у нас сейчас у нас Левитан, тишина из фондов русского музея государства. Будем показывать жителям и гостям Бреста. Мы большую выставку обменную заготовили с Минским национальным музеем художественным. То есть я очень рад, ну а если сказать о впечатлениях после вчерашней реконструкции Рэквиума, вы знаете, я уже более 35 лет в культуре, режиссер массовых представлений, концертных программ, у меня вроде стойка и уже иммунитет к каким-то эмоциям. У меня вчера раза три перехватывало горло и комок к ним подкатывал. Соглашение между представителями Бреста и Пензы в сфере туризма позволит жителям беспрепятственно посещать культурные объекты двух стран. Россиян в первую очередь привлекают достопримечательности из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В Беларуси их четыре и три из них находятся в Брестской области. Адука-Аструве, не менее важный объект, затрагивающий 10 стран мира, также проходит по территории нашей страны. Брещанам Пензенской области тоже есть на что посмотреть. Что касается нашего развития туризма, и у вас, и у нас в Пензенской области есть немало достопримечательств, которые будут интересны для жителей Республики Беларусь и Брестской области. У нас прекрасный музей-заповедник Тархана, родина Михаиловича Лермонтова, у нас родились Куприн, Белинский. И эти места сегодня заповедные, и я думаю, будет прекрасная возможность познакомиться с этой историей. Но то, что Брестская область и Республика Беларусь располагает большим потенциалом в развитии туризма, культуры, мы это убедились. И я думаю, что наши дети, учащиеся в школах, будут регулярно посещать Брестскую крепость, нести вахту памяти, отдавая должное памяти наших героев, которые защитили наше отечество от фашизма. Контакты расширятся и в межпарламентском отношении. Такое сотрудничество является реакцией государств на вызовы современного мира с целью консолидации ресурсов и общества для решения общих проблем. Поздравить своего коллегу, я хочу сказать друга Валерия Кузьмича, с принятием такого важного документа. И поздравить всех, которые заключили соглашение. Поверьте, этот день уже вошел в историю новых наших отношений. Поэтому я хочу пожелать, чтобы все эти документы наполнились содержанием, живым, творческим, чтобы нам было так и дальше комфортно, как это есть сейчас. Брестская и Пензенская области продолжат наращивать сотрудничество во всех сферах международной деятельности. Мы сразу увидели точки соприкосновения образования. Наши работники культуры по своим направлениям тоже договорились. По музейному сотрудничеству, по выступлению наших творческих коллективов. Мы когда были в Пензе, то наш творческий коллектив с Иванова выступал там, представлял культуру нашей области. Наша певица Брестская пела. Соответственно, сегодня приехали с выступлением к нам театр из Пензы. То есть невозможно очертить весь круг наше сотрудничество. Но то, что у него есть большая перспектива, это я хочу сказать однозначно.